Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась в поселке Красково. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Один из главных вопросов – открытие новой школы в Краскове. Строительство почти завершено. Объект образования, который очень ждут, рассчитан на 1100 мест. И его планируют открыть уже в сентябре этого года. Многие пришли на встречу, чтобы задать сразу несколько вопросов. Ответы получали на месте. Нас переводят в новый корпус школы. И я подошла по поводу подходных путей к школе. Мы живем на улице Карла Маркса. И идти до новой школы нам порядка 20 минут. Сейчас тротуаров и наземных переходов, к сожалению, не существует. Кроме того, что подходные пути, конечно же, это очень важно. Объяснили родителям, каким образом будет выстроена эта работа, чтобы были тротуары безопасные, чтобы была парковка для тех родителей, которые возят ребятишек на автомобилях. Чтобы, конечно же, в каждой калитке был нормальный, хороший, современный подход. И был, самое главное, безопасный этот подход. Главная цель выездной администрации – выслушать и найти решение здесь и сейчас. Жители обращались с просьбами благоустроить территории. Надежда Нинахова проживает на улице Чехова. Ее волнует озеленение и ограждение вокруг детской площадки. Вот маленький газончик, там полметра, полметра, да, то есть вот деревья еще эти не выросли. Он и заборчик-то этот постоянно отгнивает, ломают его. Вот сейчас даже есть пробелы то, что не восстановлены. И, естественно, дети перемахнули, вот и дорога. Либо кустарники что ли посадить, либо этот заборчик, и поправлять его надо. Также обсудили вопросы работы управляющих компаний капитального ремонта многоквартирных домов, содержания дорог и ямочного ремонта. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях.